На мой взгляд, все довольно банально получилось, мне кажется, как и большинство историй людей. Сначала просто, скажем так, началась слабость, потом все это стало сопровождаться температурой. Ну и разумеется, как и, наверное, 99% людей этой планеты, я подумал, да, это сейчас может быть какой-то обычный РВИ, либо что-то такое промежуточное на ногах, скажем так, да, как модно говорить, все это я перенесу, и все пройдет. Ну и разумеется, прошел первый день, второй день, третий день, я вроде как переносил на ногах, старался, скажем так, максимально психологически настраивать на то, чтобы поскорее прошло. И спустя энное количество дней я пришел вечером домой, лег на кровать, ну и, соответственно, очень сильно начал кашлять. Супруга вызвала скорую, приехала скорая, сделала укол. Ну, мне как-то немного стало легче, и как раз-таки скорая пообещала, что на следующий день приедет мобильная группа, которая не ПЦР сделает и заберут сразу, в случае чего. Естественно, мы ждали весь день, никто не приехал. Мы позвонили, спросили, когда предсказали, на следующий день приедут. Второй день ждали, опять никто не приехал. И вот первый лайфхак, которым я хочу поделиться, не ждите результатов от обещания того, что к вам приедут. Вот если вы чувствуете недомогание, просто на своих двух ногах, я не знаю, идите в больницу и сразу уже предпринимайте какие-то действия. То есть два дня мы потеряли из-за того, что не приезжала мобильная группа, еще день мы потеряли, ждав результата ПЦР. Вот финальный момент, когда я отдыхал на лавочке на улице, ну, чтобы подышать свежим воздухом. Поднялся домой, лег на диван, и у меня очень сильная началась одышка. Тут уже моя супруга не выдержала, позвонила и приехала скорая, меня забрали. После того, как мне дали кислородный баллон, я чувствовал какое-то счастье, не знаю, эйфорию. Я начал дышать нормально. Первое отношение к ковиду у меня было вообще скептическое. То есть, ну, разумеется, я придерживался теории заговора, что это все фейк. Затем, когда уже энное количество моих знакомых переболело, они говорили, что переболели легко, пересидели дома, просто не чувствовали запахов. Ну, я подумал, что это такая легкая болезнь, которая, скажем так, протекает быстро, и якобы СМИ раздувает всю эту информацию. У меня вот такое отношение было. То есть, меня отвезли, привезли какую-то дальнюю палату, положили, потом пришли врачи, что-то обсуждали, обсуждали. И тут я услышал, что один врач сказал, что у меня более 90% поражения. И, честно говоря, эта новость меня абсолютно не обрадовала. И вот самый такой момент, меня ввели наркоз, и, соответственно, у меня начались галлюцинации. То есть, я представил, что я лежу на кровати, начинаю крутиться, и, не знаю, что-то ничто уже с какой-то превращалось. И самый страшный момент, который был во время этих галлюцинаций, я увидел над собой облака, они такого темно-серого цвета, скорее больше похожие на дым. И я начал чувствовать, как я поднимаюсь с кровати и ухожу в эти облака. И, соответственно, у меня слезы на глазах. И я честно клянусь, у меня прям появилось осознание того, что я все ухожу. Реально все. То есть, я чувствую, что... Ну, я думаю, все, походу... Да, the end. Я помню, как меня привезли в больницу, помню там кое-какие моменты, флэшбэки. И помню, как надо мной стоит врач, который говорит, что ты уже здесь 6 дней. То есть, для меня как будто человека заморозили, грубо говоря. И вот он очнулся через 6 дней. Я обалдел, что я уже 6 дней лежу в реанимации. Жил тем, чтобы мне вечером принесли письмо. То есть, мой день состоял из ожиданий письма. То есть, когда мне приносили письмо, мне становилась намного лучше такая романтика. То есть, мы были вынуждены женой только письмами переписываться. Но это очень было круто, скажем так. Это один из немногих моментов, который действительно радовал. Много письм приходило? Каждый день по письму, все храню их, оставил на память. Я очень не хотел наступления ночи. Почему? Потому что, как только наступает ночь, во-первых, я не могу читать, выключая свет. Во-вторых, уснуть не можешь от всего происходящего вокруг. Каждую ночь просто не спал. Валя там какие-то моменты, там на 10 минут усну и проснусь. Потом, когда наступало утро, я уже топил до обеда. Вот так мой день проходил. В реанимации, соответственно, я пробыл 16 дней. И вот 16 дней лежа в проводах, без возможности двигаться, передвигаться, что-то делать. У меня только из развлечений. Книги, письмо от любимой. И все. Это было очень сложно. После реанимации, когда я попал в стационар, мне показалось, что я на курорте. Телефон есть, смотри фильм или же отдыхай. Хочешь, покушай. Хочешь, там, выйди, там, в коридор погуляй. И я заметил еще такой лайфхак. Когда врач называет какие-то предметы, какие-то слова уменьшительно-ласкательными, это прям как-то реально, ну как-то легче становится. Здравствуйте, Марат. Уколчик сделаем. На подушечку ложитесь животиком. И вот прям приятно реально. Валюкивает. Да, прям валюкивает. Вот животиком сейчас уколчик сделаем. Все отлично. Супчик поешьте, кстати, вот уже час стоит, между прочим. Покушайте. Очень вкусненький супчик. Маратик. Да. Маратик и вообще было бы прям, мне кажется. Я чувствую, что у меня там укол сделали. Глаза автоматически закрываются сами по себе. Тело ты не чувствуешь, но мозг работает. Слышу, как две медсестры на казацком что-то обсуждают. Э, она уже говорит, там, да, ой, а, что-то, раз, раз. И самый смешной момент, то есть тогда мне не было, конечно, смешной. Я потом уже вспомнил и проржался. Им нужно меня взять, мое 100-килограммовое тело, чуть выше приподнять на кровати. А они такие схватились крепко-накрепко за простыню. Прям в один голос. Бэр, ека, эш, тамада. Я не могу, у меня такой раз. У меня опять лежит рука, я ее так разрабатываю, раз, палец один зашевелился, второй, третий, кисть зашевелилась. Прям приподнимая кисть, хочу показать миссис Трему, ну, то есть воды, вот так как-то показываю ей коряво. Она увидела, подошла, укол мне, бах, и рука, пфф, все, намертво опять. Зачем? Ощущение возраста, это когда тебе приносят сканворды. Честно говоря, у меня самооценку так эти сканворды ушатали. Я не считаю себя глупым человеком, но я там в сканворде, вот такая страница там, в среднем 5-7 слов отгадывал. Я скинул 10 килограмм после того, как выписался, чему был, конечно же, рад. Потом гугл сказал, что мне нужно 80. И потом ты сбрил бороду, и стало все легче. Да, да, да. Честно говоря, бороду мне сбрили от того, что маска, чтобы она прилегала получше. Причем это было так смешно, мне сбрили усы и бороду, у меня были бакенбарды, то есть я был похож на Пушкина. И от всех веселило, у меня были волосы, такая копна волос, 20 дней не мыл волосы. Вот, и, соответственно, бакенбарды, это было весело. Только сегодня побрился. Я понял, что очень много моментов в моей жизни было, что я, скажем так, не очень правильно использовал свое время. Вернее, просто его, наверное, грубо говоря, слил. Я понял, что способность дышать, это не просто способность дали человеку. Это дар от Бога, то есть его можно лишиться. Просто дышать, это надо радоваться этому. Просто утром ты проснулся, ты дышишь. Все это счастье неимоверное. Что я хочу сказать вам, друзья? Скептичными мы находимся в этом состоянии до тех пор, пока сами на себе этого не испытаем. Мы молимся Богу только тогда, когда нам плохо. Проснувшись утром и почувствовав хорошее дыхание, поблагодарите Бога и радуйтесь неимоверно, потому что это самая величайшая радость дышать, поверьте. Это действительно очень хороший подарок от Бога. И просто берегите себя. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова